друзья всем привет на этой неделе получились длинные выходные на воскресенье выпадает праздник я решил съездить на два дня с ночевкой со своей женой отдохнуть на новую такую реку по названию рось от города смело она находится 54 километра но пока вот доехали поездили здесь по над рекой дорог практически нету везде лес все заросшие поля но нашли такое интересное красивое место это территория какого-то бывшего детского лагеря ну скорее всего это был какой-то выездной палаточный лагерь там стоит шлагбаум но табличка уже старая видно здесь давно уже никого не было сейчас я вам здесь немножко покажу смотрите какая здесь очень красивая река небольшой такой поворот реки очень красиво ветра нету на той стороне дубы вроде как растут вот такой старый помост я сейчас стою на одном помосте с которого буду ловить с той стороны такой гранитный камень кувшинки гуляет рыба очень красиво душевно просто посмотрите туда вдаль какая красота тихо спокойно такое тихое течение сейчас первым делом поставлю палатку напиляю дров распалю костерок и пока моя дорогая будет нам готовить здесь немножко перекусить я соберу удочки и буду забрасывать вот здесь вот так вот стоит моя машина там у меня полно вещей собрал даже то что нужно не нужно то мне удочки палатки еда тормозок ну такое все ребята вот здесь вот было когда-то качели сейчас вот выключу камеру дабы не заполнять карточку подниму сюда выше и покажу вам саму такую территорию лагеря ну а так вот посмотрите сделаю вам еще один обзор вот такие здесь красивейшие места вот здесь я планирую ловить закинул так вот две доночки один фидер можно будет с утра половить на поплавочке очень красиво и душевно с той стороны кувшинки тихо птицы поют и удивительно что здесь не кусается всем комары может быть они позже появится нам сколько по лесу ходили пока смотрели места комаров практически нет вообще попадается только вот эти оводы мухи кусучая вот оно место для костерка на кавес калзе будет палатка вот такое-то обалденное место будет у нас для отдыха на два дня поднялся наверх отошел недалеко от машины хочу вам показать территорию этого детского палаточного лагеря но видно здесь уже наверно года два точно никого не было только на приезжали может быть какие-то люди отдыхать или рыбаки ну смотрите здесь какие-то вот строения вот здесь такие вот рожки под костер сделаны под котелок также здесь какой-то столик непонятный лавочка вниз он там какой-то был навес вот такие интересные места здесь растет шалковица очень вкусно я уже попробовал и везде закопано может каких-то пеньковых непонятных вот это скорее всего был наверно погреб или сортир скорее всего думаю погреб вот это бревно я наверно заберу на дрова вот здесь много забита на я думаю хотели строить на какой-то домик такой небольшой какие-то вот кресла столики очень здесь так красиво тихо спокойно вот там вот ворота футбольная наверно или не знаю волейбольная но там уже выросла большая шалковица такая площадка вот здесь лежат дрова сейчас отнесу положу камеру и буду собирать дрова взял второй уют с собой подсниму вам немножко на видео такое кресло где можно здесь отдохнуть вечерком если можно было перетащить туда ближе до воды можно было закинуть удочки естественно так вот ребята посидеть поддыхать подождать пока будет рыбка клевать не знаю конечно какая здесь будет клевать рыба какая здесь глубина на другое место искать уже поздно но это я думаю отличное место для рыбалки рыба здесь должна быть читал я немного про эту реку будет как здесь должен быть карась должен быть подлещик лечь но посмотрим ребята очень интересно половить на новой реке и посмотреть их вот новые места не знаю посмотрю может эту историку можно перенести кровь вниз вот так вот здесь ладно ребята сейчас отношу камеру а то идет время беру пилку топор и начинаю заготавливать дрова вон там вот какой-то камень на нем надписи никаких нету и вот такой вот красивый вид вот там солнышко за соснами надеюсь камера это не засветит процесс обустройства своего лагеря идет уже полным ходом был уже распален костер нарубал немного дров была установлена палатка и пока будет готовиться ужин небольшой перекус налил себе немного сидора своей дорогой вина сейчас немножко перекусим и пока будет готовиться покушать я буду собирать удочки уже забрасывать вечереет хочется еще половить собрала ребята удочки ловить сегодня буду на свой пикер поставил 40-граммовую карту мушку небольшой там поводу крючочек также собрал две донки крокодил но на них поставил не пружины вот эти его саду же фидерные кормушки не хочу и пружины это надо делать отдельно прикормку такую чтобы она лепилась половину такие фидерные кормушки прикормка у меня сегодня будет высыпал пол пачки пшена вареного и также вот такая прикормка карась короб ну попробую ребята прикормка у меня достаточно три пачки еще есть прикормки там разные еще есть пачка сухого пшена на сегодня на завтра еще на одну ночь я думаю вполне мне хватило чтобы рыба клевала но сегодня я вам полностью ночную рыбалку ребята не обещаю я сегодня приехал с ночной смены ездил в командировку в днепр только приехал сразу взял машину сразу же приехали вот на рыбалку толком не отдыхал конечно спать уже хочется вот еще немножко сидора выпил так уже нос он клонит ребятки все сейчас забрался уже хочется половить не могу на крючок у меня будет опарик здесь я купил две баночки опарика также будет червяк вот такая у меня есть перловка пропитан чесноком такая термоядерная открываешь в нос идет и слезы текут также у меня есть там всякие пенотесты медовые чесночные бойлы там всякие есть так что ребята попробуем половить надо экспериментировать речка нового ни разу здесь не ловил но очень интересно такие красивые места хочется уже забросить в плотно и сладо ребята не вы терять время уже на улице так вот сереет но камера когда я ставил видно камера сильно высвечивает она показывает что еще на улице вот видно на самом деле уже сереет хочется уже побыстрее закинуть и попробовать половить интересно какую же рыбу ребята я поймаю 1 пишите в комментариях будет очень интересно почитать и так три удочки готовы на пикер буду ловить на опарыша одна донка будет на червя другая донка будет на медовое пенотеста сейчас по забросу донки поставлю бубенчики и будем ждать поклевку так дерево надо на него не закинуть все закинул везде повесил бубенчики на пикер вот такая вот поставочка которая будет звенеть время уже пол одиннадцатого ужин готов так по-быстрому сделали спекли картошки пожарили хлеб здесь сосисоны также у нас вино сидор поклевок пока не было ну было две такие небольшие поклевки какая-то мелочевка сбивает ничего страшного клевать не будет для же раньше поспать завтра с утра попробую половить на поплавок если у нас еще целый день целая ночь что ребята всем приятного аппетита поем немного еще посижу если клево не будет даже спать вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вчера, наверное, пока ездил в командировку, конденционером в этом скане, наверное, продуло меня глаз, а пух болит. Не могу. Вот когда вот большое солнце, вот когда вот выходишь, лучи солнца бьют или яркий свет сразу режет, слезы текут. Ну ладно же, буду ехать домой, зайду в аптеку, куплю какую-то, какие-то капли, закапаю. А сейчас хочу просто с вами прогуляться, посмотреть туда ниже немного по течению, может быть какие-то интересные места пока подружу. Ну просто так, походить, посмотреть. Ночью было полнолуние. Не знаю, почему рыба клевать не хочет, а вот интересная речка. Может из-за того, что перемена погоды была, вот и шли дожди, сейчас наступила жара. Но еще у нас есть целый день, еще есть ночь, может быть завтра еще день. Я думаю, расклюется и что-то-то поймаю. Для меня рыбалка, как я уже говорил много раз, ребята, вот здесь у меня чаек. Для меня рыбалка это вообще не главное. Самое главное просто отдохнуть, посидеть. Ну поймаю там несколько штук, может быть ухи сварю. А так, я ни на кому как. Я езжу на рыбалку просто ради отдыха. Я рыбу никогда никому не продавал. Если рыба мне не нужна, я всегда ее отпускал. Можете посмотреть видео мои там, северского донца, когда я весной всегда отпускал. Я не всегда рыбу, ребята, беру. Если надо, возьму. Если не надо, не беру. Вот такие здесь, наверное, были какие-то ворота, не знаю. Какие-то брюна стоят. Там дальше будет шлагбаум. Сейчас дойду вам, покажу. Пройдусь по дорожке, посмотрю ниже какие-то места интересные. На поплавочную удочку еще не ловил, так как солнце встает с той стороны леса. Акрасы в нашу сторону. Очень жарко. И, как я говорю, глаз болит. В случае солнце очень сильно мешает. Сейчас оно немножко поднимется выше или перейдет уже на другую сторону. Вот вечер по-любому закину поплавочки и половлю. Вот здесь, как я говорил, такая вот вышка какая-то смотровая. Непонятно, зачем она здесь сделана. Лестницы там есть старые. Ну, здесь, ну, года два точно никого не было. А может быть и больше. Вот такой лагерь. Сейчас пройдусь сюда вот немного дальше. Посмотрю там за поворотом. Ну, дорога есть. Ну, она такая вся заросшая. Ну, я своей машиной проехал. Конечно, было много летки. Машину посарапать тоже как-то не хочется. Но проехать можно. При желании можно проехать даже обычной легковой машиной. Сюда можно проехать без всяких проблем. Трава только вот эта высокая. А так все. Но если пройдет, ребята, дождь, отсюда сутки точно не выйдешь. Там будет за полем. Вот тут за лесом поле такое. И там за лесом будет большой такой подъем. Скорее всего, отсюда не выйдешь. А потом поднимайся на подъем. И опять едешь по полю. Такой чернозем. Я думаю, не выйдешь. Придется сутки здесь сидеть, пока не подсохнет. Поют птицы. Ну, проснулись. Немного умылись. Заварили чайку, кофейку. Просто слушаем музыку, отдыхаем. Все-таки на природе. Лучше, чем в городе где-то сидеть. Все-таки длинные выходные. Когда в следующий раз сопрепадет. Неизвестно. Тишина и спокойствие. Наедине из природы. Вот когда солнце начинает проживать. Здесь вот везде сосны. Такой запах стоит. Сосновый, приятный. Много уваряется шишек. Вон там уже виднеется шлагбаум. Сейчас подойду поближе и вам ее покажу. Там табличка есть. Но она старая, уже выгоревшая. Колья тут вообще не накатанная. Вот только я сюда заезжал. А так здесь и дольких нет. Вот здесь вот есть дорога поворачивать. За шлагбауму. В ту сторону. И там свежая колья. Видно или вчера ездили, или подавчера. Ну, может быть лесники по мудречке объезжали. Вот это шлагбаум. Здесь вот такая табличка. Не знаю, будет там видно вам или нет. Тут написано. Увага. Территория детячего табора. Названия нет. Ничего нет. Неизвестно, какой был здесь табор детячий. Ну, может быть, кто знает. Напишите, будет интересно. Вот здесь такое вот поле. Соя посеянная. И там вот такой лес. И вот это вот подъем. Вот это такой был гор. И здесь сбоку будет с той стороны там дорога. И вот по ней надо подняться вверх. И потом уезжаешь в поле. Еще и по полю надо ехать. Ладно, сейчас пройду сюда вот по такой вот дороге. И посмотрю. Может найду какое-то новое место интересное. Может быть, когда-то и приеду и попробую. Время уже начало 12-го. Уже очень сильно жарко. Солнце в самом зените. Плавают. Там видно молодая уточка. Нырок молодой. Я немного здесь подзакормил. Кинул две жмени-покормки. Вот здесь сразу за такие вот водоросли. И первая же поклевка на опарыша. И попался. Вот такой, ребята. Хороший подлечь. Ну, это подлечик такой на ладошку. Но он-то раночный. Очень вкусный. Его даже можно будет зажарить или запекти в фольге. Интересно, почему не клюет на дальний заброс, а клюет вот здесь вот под берегом. Сейчас попробую еще половлю, ребята. И обязательно вам покажу, что будет еще попадаться. Ну, вот такой вот подлечик, ребятки. Красавчик, смотрите. Река Рось. Первая река. Интересно, кто-то написал в комментариях, какая мне первая рыба сегодня попадется. Вот такой подлечик. Итак, ребята, была хорошая поклевка на опарика. Кто-то там сидит, хорошенький. Интересно. Получится вытащить его или нет. Ребята, смотрите, какой подлечь. Будем его вытаскивать. Так, сразу нельзя, надо забрать его. Хорошая была поклевка. Такая у него губа тонкая. Порвется. Ай, блин. Тихо, 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 тихо. Паять. От меня не уйдешь. Ребята, смотрите, какой подлечь хороший. Красавчик. Ну, будет на вечер пожарить. Рыбу хранить сейчас. Смысла нету. Он сдохнет даже в садке. Ну, а пожарить на вечерок. Есть там стоит все подлечик. Сейчас будем его вытаскивать. Точно, ребята, подлечик еще один. А ну, Карина, подержи удочку. Вот он, ребятки. Еще один подлечик такой хорошенький. Вот такой еще один хороший подлечик на речке Роси. Красавчик. И так, ребята, очередная поклевка здесь подлечик. Но что-то чем водоросля засвел так туго идет. Он там уже был не сильно большой. Посмотрим. Вот он. А, его забагрил. А, нет, это карась, ребята. Это карасик. А, хороший карась. Поклевка была хорошая. Обалдеть. Самарский, или самарский, говорят, карасик. Речной такой от на реке Роси. Смотрите, какой карась. Такой от лапоть. Красавчик. Середая поклевка. Есть кто-то, ну, не сильно большое. Сейчас поглядим. А, а. Ребята. А, ну, кто это у нас? А, это вот такая густерка. Ребят, густера такая вот. Ну, вполне тараночная. Сейчас удочку поставлю. Вот такая густерочка. Ну, потихоньку рыба поклевывает. Интересно. Целую ночь просидел. Не было ни одной поклевки. Нормальной. И днем он в жару нашла браться. Пару подлечеют. Карасик и гусерочка. Что-то там такое на ощущение должно быть хорошенько. Ведет он в бок. Не знаю, по течению. Сейчас все будем доставать. Карась, ребята, карась хороший. Тут водоросли. Вот тут эта карась. Отличный такой. Красава. Такая была поклевка. Обалденная, ребята. И тут карасик. Так. Тихо-тихо. Главное, не сорвался бы, чтобы. Вот она. Вот он, ребята. Еще один карась такой. Красавчик. Клюнула парика. Так, очередная поклевка только закинул. И сразу же поклевочка. Сейчас будем глядеть, кто у нас там. Я думаю, подлечь. А может быть и карасик. Посмотрим, кто у нас там. Подлечь, ребята. Хорошенький такой. Так. Подожди, не вернайся. Сейчас мы тебя достанем. Вот он, смотрите, какой подлечек. Ого. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-то, не дрыкайся ты. Вот он, еще один такой подлечь. Видно, уже кушает мою припормку. Серит он ей. Значит, там стоит подлечек. Практически через пару минут была поклевочка. Давайте поглядим, кто у нас там. Вот такой подлечек небольшой. Ну, такого я брать не буду. Вот какой. Та, подожди, ты не сопротивляйся. Я тебя отпущу. Крючок маленький. Так неудобно оцеплять. Так, тихо-тихо-тихо. Вот такой, ребята, небольшой подлечек. Но я его брать не буду, отпущу. Пускай растет побольше. Сопливый весь такой. Давай, иди, дружок. Ну, подросли, я думаю, он выход найдет. Итак, ребята, поклевочка. Что-то даже хорошее такое. Сопротивляется. Потихонечку, потихонечку. Иди сюда. Иди, мой красавчик. Надеюсь, из-за вросля не упрется. Вот это уже, ребята, карасище. Это не карасище, это карасище, ребята. Такая поклевочка была идеальная. Иди сюда. Мой золотой. Ой-ой-ой, как тебя схватить так? Вот, вот это карась. Вот это карась, ребята. Какая-то болячка у него тут. Ну, это не страшно его почистить. Нормальный будет, съедобный карасик. Попался вот такой очередной небольшой подлечик. Сейчас его отпущу, брать не буду. Такой подлечик небольшой. Время уже полшестого. Клевать перестало где-то часа два назад. Пробовал, перезабрасывал, поклевал, пока меси нет. Наконец-то солнышко перешло меден за спину. Перестало здесь жарить. А то целый день просто такая здесь невосимая жара. Я вот туда закидывал удочку и бегал там в тенек. Там сидел, смотрю, поклевка, потом подбегал, ловил. Забросил одну донку на пенопласт. Поклевок не был вообще. На поплавочную удочку за целый день была всего одна поклевка. Я поймал первого подлечика. Вы его видели. Не знаю, очень интересная какая-то река. Я думаю, здесь рыба клюет, наверное, в днем, в жару. Но посмотрим, ребята, еще ночь впереди. Сейчас может быть у меня какой-то там перерыв, отдых. И заново насчет браться. Но я сегодня так, считаю, неплохо подловил. Давайте я вам покажу свой такой уловчик. Ребята, смотрите, какой у меня сегодня был. Смотрите, какие красавцы, караси, подлещи. Ну, я думаю, ради этого, ради таких поклевок и таких вот карасей и подлещей, стоит сюда приехать, посидеть и отдохнуть. Вот такая вот вечерняя вечка. Там по-моему, реки очень красиво. Я уже искупался. Вода очень теплая. Если бы тут посидеть водоросли, было бы вообще идеальное место для отдыха. Сейчас достаю садок всех подлещей. Там, по-моему, есть одна гусерка. Буду чистить, вырезать все внутренности, убирать жабры. И, наверное, засолю. А приеду домой, там уже разберусь. Или мы еще пожарим, или схожу до соседа, у нее есть коптилка, закоптим. Посмотрим, будет выхлевать ночью. Но еще завтра есть полдня. Посидим, половим. Сейчас готовим покушать. Ну, на вечер хорошо. Ветра нету, солнышко не жарит. Просто, ребята, идеальная погода. И вот такой вот отличный отдых. Пожарили сосиски на костре. Костер горит. Налили немножко вина, там пивасик. Просто отдыхаем, ребята. Поклевок нету. Я так понял, что здесь клюет именно в жару. Только вот солнце уходит, и сразу рыба перестает клевать. Перезабрасывал, наверное, раз пять. Не было ни одной поклевки. Даже вот пополчу удочку сделал на маленькую глубину. Повесил одного парика. Думал поймать какую-то небольшую плотвичку, там, или красноперку. И попробовал закинуть на живца. Так как здесь видно, окунь гоняет. И тоже нет ни одной вообще поклевки. Ну, попробую сегодня посижу ночью, часов до 12. Если клевать не будет, будем спать. И завтра, наверное, после обеда пойду домой. Все-таки хочется еще подловить. Такие вот краски здесь клюют. Вообще приятная, интересная река. Очень красивая здесь природа. По поводу рыбалки. Вчера я неплохо подловил. Вы сами видели. Клевал хороший такой карась. Хороший подлечь. Сегодня поймал всего три карасика. И штук пять, наверное, подлечиков. В основном рыба здесь клюет. Где-то с 12 до 3-4 вечера. И все. Потом перестает клевать. Ночью нет вообще ни одной поклевки. Но я здесь поговорил с местным мужичком. Говорит, тут есть сом. Но на сома у меня нету червя. Было у меня там немножко червя. И то он на солнце пропал. В следующий раз, если приеду на эту реку, он будет взять червя и пробовать ночью ловить сома. А так пробовал пенопласт, пробовал опарыша, пробовал пенотеста. Вообще нет. Вот 4-5 часов, все. Рыба перестает клевать. На поплавок вообще не было за два дня ни одной поклевки. Вот только на фидер по ту сторону бросает. Там под ушинки. И там проклевывает. Решил я остаться еще на один день. И это уже будет 1-2-3. Третья ночь уже будет. Позвонил я на работу. Завтра загрузки никакой нету. Больше будет только аж вечером. Но я решил все-таки еще остаться, еще денек отдохнуть. И завтра половлю и приеду назад. Подлещиков я всех почистил. Затаранил. И даже я с собой брал уже сушилку для таранки. Я уже вывесил. Так как подлещик он быстро пропадает, заванивается. А карась до сих пор в садке живет нормально. Сейчас вот прогуляюсь. Приготовим что-нибудь поесть. И вот положить заспать. Как я сказал, ночью смысла сидеть нету. Вот за все время под вечер поймался одного небольшого подлещика. И все. Как это здесь интересно поклюет. Говорю, вот определенный период и все. Потом перестает браться. Что туда не забрасывает. Ладно, ребятки. Прогуляюсь. Завтра, думаю, встану с утра. И попробую посеять голове. Там уже вам поснимаю. Будут поклевки или нет. Но сегодня вот еще клево плохой. Из-за того, что с утра было пасмурно. Затягивало на такой дождик. Даже там пару капель упало. Сейчас вот вроде тучи ушли. Задул сильный ветер. Видно какой-то скачок давления. И рыба клевать не хочет. Ну, самое главное отдых. Главное не рыба. Не количество рыбы. А просто посидеть и отдохнуть так душевно на природе. И сейчас похожу, погуляю. Посмотрю какие-то местечки новые. Есть уже по лесу грибы. Ходил я здесь, собирал. Попадаются маслята, козлюки, шампиньоны попадаются. Но на этой стороне маловато. Я вот там разговаривал с мужиком. Он на той стороне сидит. А куда перекрикывает. Он говорит, на той стороне лес побольше. Там маслята собирают уже полным ходом. Так что, ребята, кто недалеко от этих мест. Можете ехать по грибы. Ну, все. Наверное, увидимся, ребята. Уже завтра утром. Для вас это пройдет какая-то секунда. А для меня еще до вечера. Сколько времени еще села ночь. Итак, ребята. Наступило утро. Это последний день рыбалки. Целую ночь простояли удочки. Не было едной поклевки. Я вот только что фидер достал. Как висел на него парик, так и висит. Эту удочку даже еще не проверял. Сейчас ее буду, наверное, собирать. Сегодня планирую посидеть, наверное, часов до трех. И можно уже смело собираться ехать. Сейчас подсоберем вещи эти, которые нам не нужны. Попью чаю. Перезаброшу сейчас вот этот пикер. Буду ловить на одну удочку. Вроде погода хорошая. С утра у солнышка. Конечно, вода какая-то мутноватая. Видно, вчера где-то выше прошли дожди. И не все тут водоросли. Утром как встал, удочка была натянута. И такой большой пучок водорослей был. Вот так вроде нормально. Нормально. Уже даже жарко с утра. И так, ребята, была первая поклевка с утра. Так смотрим, что у нас там попался на опарика. Ну, так уходишь хорошо до белого. Что у нас там? Наверное, карасик. Карасик, карасик. Тихо, тихо, тихо. Тут отменируемся. Вот, ребята, такой вот карасик с утра. О, хорошенький. На той стороне вот пришли коровы на водопой. Лазят там. Ну, сегодня рыбаков нету. Понедельник, рабочий день. С утра один там сидел. И то уже уехал. Поклевки какие-то есть, но такие слабенькие. Но я думаю, клевать начнут часов с 12. Еще рано. Цветок один карасик попался. Неплохой. Вообще, что я хотел вам снять и про что рассказать. Много раз мне писали в комментариях, чтобы я на рожки ставил бубенчик. Купил я вот такую подставку под фидер. Три дня я на нее отловил. Короче, толку с нее нету никакой. Поклевки хорошие. А бубенчик не звенит вообще. Только когда уже один раз там резко дернет, что-то зазвенит. Даже вешаешь бубенчик на удочку, и то бывало, поклевку даже не слышно. Это должна быть такая поклевка, чтобы, я не знаю, даже удочку снесло с рожек. Вот тогда только услышишь. А так от нее смысла нету вообще никакого. Надо только постоянно смотреть. Так бывает, средняя поклевка неплохая. Скорее, что должен быть, по идее, карасик. Хороший. Красавчик карасик такой. Вот такой карасик очередной. Это уже третья поклевка за сегодня. Перед этим поймал небольшого подлещика. Так вот, красавчик. Только поймал вот карасика, перезабросив, сразу же была поклевка. И поклевка была хорошая. Я думал, там что-то вообще такое крупное, идеальное. А здесь, ребята, подлещик. Вот такой подлещик. Началась жара. И рыбка начала проклевывать. Клюет чисто на опарыша. Вот такой подлещик. Очередная хорошая поклевка. По идее, должен быть карасик. О, куда тянет. О, красавчик. Куда, куда ты затягуешь. Красава. Вот он, ребята, такой карась. Вот так очередная поклевка. Аж удочку загнуло. Ну, скорее всего, там небольшой подлещик. Ну, клюет так. Как будто там целый лезь. Да, точно, небольшой подлещик. Вот такой. Тараночный. Самый раз такой на тараночку пойдет. Ух ты. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Что у нас там? Снова подлещик. итак ребята уже три часа дня, я уже собрался погода начала портиться дует сильный ветер, затягивает облаками возможно будет к вечеру дождь очень конечно красивые здесь места красивая очень природа очень хорошо мы здесь отдохнули проклевывала рыба конечно интересная река вот в плане рыбалки проклевывает хороший карась попадается под лещ и клещ также здесь есть хищник, есть щука, окунь есть сом, но на сомовыми оснастей не было может быть в следующий раз когда приеду попробую здесь половить на сомика кому интересно эти места находятся выше по течению от города Корсунь-Шевченковский на ту сторону те места где люди сидят здесь недалеко село и туда можно спокойно заходить машиной там отличная дорога я тут переплывал через речку, ходил в магазин там подъезд вообще отличный можно проехать туда аж вверх по течению самой верховья этой реки на эту сторону где я ловлю это бывший лагерь сюда дорога есть, но не каждая машина сюда проедешь если конечно низкий клиренс, то лучше сюда не ехать и если вот только продают дожди, вы отсюда не выйдете надо будет ехать по полю, потом подниматься в такой там крутой высокий подъем придется сидеть здесь ждать, пока немного не посохнет вот почему я начал быстро собираться, но хотя и планировал в двух часов потому что если дождик пройдет, выбраться отсюда трудновато по поводу улова, ребята клевала в основном в субботу тоже клюет только в жару клюет в жару ночью вообще не клюет и с утра поклевки бывают, но такие не очень редкие в основном вот это с утра начинаешь ловить закабливаешь точку и потом подходит подлещик карась даже до сих пор, вроде и погода меняется но до сих пор подлещик еще проклевывает я вот буквально смотрел удочки думаю заброшу первый раз и сразу же поймал подлещика давайте вам покажу свой такой небольшой улов вон там вот у меня в садке сохнут подлещи там есть один лещ, карась ну это та рыба, которая начинала пропадать я ее сразу чистил, засаливал и вот сегодня уже ее положил в сушилку, дабы она просыхала а то жалко пропадет и вот такой здесь у меня общий улов остальной смотрите ребята какие здесь обалденные караси вот такие речные караси как приятно их тянуть такие мощные поклевки у них вообще бьет в одну сторону и резко возвращает назад давайте я сейчас высыплю сведрава и покажу ну вот такой ребята, смотрите какие караси лапти ну приятно таких карасей ловить какие красавчики сегодня один лещ хороший у меня сошел конечно ну а так вообще замечательная рыбалка, мне очень понравилось весь мусор я убрал все спалил также здесь пособирал, был чужой мусор и тот весь спалил все, там осталось немножко дровишек оставляю здесь такой столик, который я сделал но все везде чисто, аккуратно все по-культурному так что ребятки кому понравилось такое видео как я отдыхал на реке Рось пробыл я здесь две ночи и три дня почти ну вот это день это самый неполный ну уже три часа практически уже конец дня подписывайтесь на канал пишите комментарии и ставьте лайки все друзья а еще забыл сказать вам это собираюсь я не знаю может быть недельку или через две посмотрим как там будет по выходным съездить еще на одну интересную реку она находится от города Смила 84 километра я там тоже ни разу не был интересная река очень красивая там тоже природа так что ребята подпишитесь на канал дабы увидеть новые видео с интересных красивых мест все друзья всем пока подписывайся пиши комментарии и ставь лайки пока